Вечерний РБК с Анной Забродой Вечерний РБК с Анной Забродой Я не буду сильно вдаваться в подробности, кому интересно, сможете погуглить, найти эту новость В двух словах, в общем, эксперты проанализировали изображение на теле подозреваемого Культурологическая экспертиза это называется И пришли к выводу, что пистолеты на груди, восьмиконечные звезды на коленях и ключицах А также кресты и пауки свидетельствуют о его принадлежности к воровской среде И говорят о его определенном статусе В противном случае за такое можно было бы поплатиться вообще едва ли не жизнью Итог 11 лет колонии строгого режима За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия Незаконное ношение оружия И как раз то самое занятие высшего положения в преступной иерархии Так что рисунок на теле может о многом рассказать теперь еще и следователям Но я с вами, знаете, о чем хотела поговорить Об отношении к татуировкам в обществе Как оно меняется со временем Например, в дописьменном обществе татуировки вообще были неким паспортом человека Обозначали его социальный статус, возраст, род, племя и так далее Сейчас это что? Как вы думаете? Клеймо, субкультура, искусство Например, в Пушкинском музее, может быть, вы видели Весной была выставка под названием Тату Которая как раз и рассказывала об этапах развития татуировок в разных регионах мира И я думаю, что большинство тату-мастеров, если их спросить Иначе как художниками и искусством Свою деятельность точно не назовут Кстати, в Германии Саша, вот ты у меня спрашивал, есть ли у меня татуировка Вот в Германии нательный рисунок есть у каждого пятого О возрасте от 20 до 29 лет и вовсе у каждого второго Так что очень популярно У тебя есть татуировка? Нет, у меня нет татуировок Но мне кажется, сейчас у более молодого поколения Как раз-таки у каждого третьего, может быть, даже у каждого второго Что-то да и есть на теле Ну, опять же, восприятие иное И мне кажется, твой вопрос, как вы относитесь, очень остро стоит перед людьми У которых дети переходят из возраста подростков в юношеский возраст И начинают себе что-то уже делать Даже родителей порой не спрашивают Для них, мне кажется, 731, телефон прямого эфира Это как возможность просто выпалить что-то в эфир, что наболело и накипело Ну, может быть, я и ошибаюсь Узнаем Просим вас, конечно же, нам позвонить, высказать свое мнение или написать Я хотела конкретизировать все-таки вопрос Вот как вы относитесь к татуировкам Делайте определенные выводы Да, если видите рисунок на теле человека Как сегодня мой коллега сказал Для него тату это всегда были, есть и будут наколки И никак иначе Или спокойно абсолютно принимайте такой способ самовыражения Саша уже телефон прямого эфира повторил И я повторю смс ватсап Плюс 7903-797-633 Нередко такое бывает Я думаю, вы со мной согласитесь Когда общаешься с человеком, у которого видна татуировка На каком-то таком заметном месте Напрашивается вопрос, а как на работе Не было ли проблем с трудоустройством Надо ли это все закрывать, как-то прятать Что говорят в рекрутинговом сервисе Headhunter Сегодня маловероятно встретить вакансию Где будет четко прописано такое требование Как отсутствие татуировок Это ведь можно отнести к дискриминации Или предпочтению по внешности Когда деловые качества не связаны напрямую с внешним видом И бизнес таких историй старается избегать Кроме того, многие работодатели работают над брендом своих компаний Как раз наоборот Стремятся его сделать более привлекательным для молодой аудитории И строгий запрет, конечно, на татуировки Или пирсинг В эту концепцию как-то не вписывается Поэтому человек с татуировками Ну, опять же, это вот в Headhunter так считают Вполне может устроиться И даже в очень консервативное место В банк, школу, на госслужбу Но уточняют, что нужно все-таки быть готовым к дресс-коду И необходимости всю эту свою красоту скрывать под одеждой И более того Все чаще, наоборот, можно встретить вакансии с формулировками Лояльное отношение к тату и пирсингу Татуировки приветствуют Креатив, татуировки, дреды, пирсинг, борода Все это приветствуется Пишет, слушатель, очень испугалась по молодости Работая в магазине, когда молодой человек зашел в звезды на коленях и локтях Знал ли он, что они значат Это, кстати, очень хороший вопрос А знают ли люди, которые приходят к мастерам О том, что они хотят на себе нарисовать К нашему эфиру присоединяется Юрец Удалец, тату-мастер Юрец, здравствуйте Здравствуйте Ну вот давайте у вас как раз я и спрошу Люди, когда приходят к вам Они знают, что значат те рисунки, которые они вам показывают Или в ваши обязанности в том числе входят объяснить значение изображения Как правило, все уже все знают И что касается тюремных татуировок, скажем так Или татуировок с каким-то криминальным подтекстом То люди, которые их просят, в основном они уже заведомо знают об этом И как правило, в нашей суде мы таким людям отвечаем отказом Мы такие татуировки не делаем Что касается всех остальных татуировок То мы расцениваем татуировку как искусство И поэтому люди, которые приходят к нам со своими идеями Естественно, мы их обсуждаем И в случае, если они хоть как-то там косвенно относятся к криминальному, скажем так, миру То, разумеется, мы разубеждаем их это делать А можете как-то, ну не знаю, структурировать что ли Что сейчас пользуется спросом А что наоборот приходят и сводят? К сожалению, довольно трудно ответить на этот вопрос Потому что очень много людей и очень много различных, скажем так, фантазий Которые люди просят воплотить на своей коже И тут сказать, что прям очень популярно нельзя Сейчас такое время, когда каждый стиль очень развит И много интересных вещей есть как в реализме, так и в полинзийских узорах Ну то есть тут сказать, что сейчас популярно очень тяжело Делают все подряд Ага, а сводят? Ошибки молодости какие-то? Сводят в основном какие-то старые татуировки, знаете, а-ля из 90-х Какие-то небольшие борточки, узоры, плетеночки и прочее тому подобное Либо просто некачественно сделанные татуировки у домашних мастеров Где-то начинающих, неуверенные рукой, не поставленные Юрий, я прочитаю пару сообщений наших слушателей Кто-то говорит, что придерживается позиции Лобковского Наличие татуировок это признак того, что человек хочет переделать себя То есть это не принятие себя А кто-то наоборот пишет, что люди таким образом говорят о своих пристрастиях Убеждениях в виде рисунков на теле Это личное дело каждого Но не мой метод, уточняет слушатель Мы все меняемся, а тату предполагается, что раз и навсегда Но я думаю, вы с этим не согласитесь Как раз те, кто приходят, переделывают что-то, сводят и так далее Юрий, хотел вас спросить А клиенты не рассказывают, как на работе их воспринимают? Нет ли сложностей или не было с трудоустройством? Есть ли изображение на заметном месте? У меня делают ростки довольно разный контингент людей В общем-то, от довольно молодых, 18-19 лет Те, кто еще учатся в университетах Так и довольно взрослые люди, которые занимают довольно высокие посты В том числе и в структурах, скажем так, государственных И везде, конечно же, по-разному относятся к татуировкам В основном, конечно, в нашем государстве еще не во всех организациях готовы с этим мириться Ну и, естественно, в том числе и государственных организациях Там пока еще к татуировкам довольно предвзято относятся Хотя, знаете, вот слушатель Николай из Сочи нам написал Что у меня тату на видном месте Работаю в аэропорту Сочи Здесь много людей с татуировками работает Так что везде по-разному И вот тоже сообщение от Александра из Москвы Мне 38, ношу дреды На мне 5 больших татуировок Это реально картина, искусство Последнее сделано вчера Работаю организатором свадеб Никого мой внешний вид не смущает Даже наоборот Юрий, часто приходят люди скрыть какие-то дефекты Шрамы, ожоги, может быть Родимые пятна Ну, то есть не всегда же, да Человек хочет именно в себе что-то изменить А, возможно, просто Ну, не очень доволен тем, что остался, например, шрам От какой-то операции И вот такой способ закрыть Часто такое встречается? Очень часто такое встречается И буквально недавно В моей практике был случай Молодая девушка Ей 17 лет У нее остались на ноге шрамы От аппарата Элизарова Мы ей перекрывали Довольно большой статуировкой С переходом от бедра на голень И я считаю, что это очень хорошая практика Потому что молодая, красивая девушка Ну, совсем ее эти шрамы не красят И как-то, в общем, с помощью татуировки Это дело разруливается И на теле они скрываются И остается только красивая Действительная работа Которая является шедевром Слушайте, но татуировка Это же удовольствие такое Не из дешевых, да? Цены от скольки начинаются? Плюс, я так понимаю, что надо ее Периодически обновлять Хотя, возможно, это заблуждение Касается каких-то старых рисунков Качественно сделанные татуировки В принципе, не нуждаются в обновлении Если человек следит за ней, ухаживает Летом не подвергает солнечному воздействию Чтобы на ультрафиолетовых лучах Не выгорал рисунок Соответственно, и цветные, и ЧБшные работы Можно сохранить И они качественно будут смотреться На протяжении долгого времени Что касается цен Абсолютно разные по Москве Но в среднем где-то начинается От 3000 рублей Это какая-то маленькая, да? Ну да, какие-то небольшие работы У профессиональных мастеров Цены колеблются от 25 до 60 тысяч за день Ну то есть, в принципе Работая мастером в тату-салоне Или держа тату-салон Заработать можно? Ну, дело тут не в зарабатывании Я считаю, а в том Чтобы человек занимался любимым делом В первую очередь получал удовольствие От своей деятельности Ну, если что-то нужно Материальный вопрос, разумеется Да, я думаю, что Профессиональный мастер голодать не будет Хорошо Еще хотел с вами, Юрий, поговорить По поводу безопасности татуировок Попалась у меня статья На глаза за февраль, по-моему, этого года В Евросоюзе активно обсуждали Что некоторые чернила содержат химикаты И могут быть там тяжелые металлы Токсичные какие-то субстанции Которые аллергию, проблему с кожей могут вызвать Обсуждали запрет на какие-то краски В частности, вот зеленые и синие Вы что скажете? Насколько безопасно делать татуировку? И, может быть, для этого Перед тем, как нарисовать какое-то изображение на себе Нужно пройти какое-то минимальное обследование? Я считаю, что если уж у нас В местах лишения свободы Делать татуировки не пойми чем И люди живут до глубокой старости То здесь, работая с профессиональными фигментами И профессиональным оборудованием Я думаю, что риск абсолютно минимальный Для здоровья Естественно, в кратке Содержатся частицы тяжелых металлов И единственное, на что это может повлиять И с чем я столкнулся на своей практике Поскольку тоже имею большое количество татуировок Когда делал МРТ позвоночника Немножко припекает кожа А так, это максимум Что встретилось на моей практике Юрий, вам спасибо большое Тату-мастер, юрец, удалец Было в нашем эфире Я для баланса мнений Приведу все-таки Что думают врачи и дерматологи О вреде чернил для татуировок Действительно, в некоторых красках Может быть и ртуть И вот в сине и зеленый Нашли кобальт Оксиды, металлов, свинец Может быть Химические соединения И они все на уровне дермы Заводятся И по сути это токсины Которые нагружают печень Плюс, как врачи утверждают Некоторые пигменты невозможны Удалить, по крайней мере, сложно Это сделать белые В частности Они содержат Оксид титана И лазер их Потом может не взять Так что Примите эту информацию К сведению Если вдруг кто-то Сейчас определяется Еще хотела Ваше сообщение Пару прочитать Сама являюсь работодателем Отлично отношусь К тату И считаю, что Отрицание тату Это пережиток Советского Прошлого А вот Массажист нам Написала Анна Из Сан-Франциско Между прочим Что тату На теле Взрослого Человека Смотрится Нелицеприятно Я бы Против была Чтобы мой сын Сделал такую татуировку Мнение еще одного Слушателя Криминальные татуировки Должны быть вне закона У общества Они должны вызывать ненависть А не уважение Или страх Знаете, не думаю Что кто-то специально приходит Делать криминальную татуировку Возможно Человек просто не знает О каком-то ее скрытом Значении Но Юрий нас уверяет Что в таком случае Тату-мастера Пытаются посоветовать И порекомендовать И определить все-таки Что же значит Эта татуировка Пишут Еще нам слушатели У меня у дочки Татуировок больше Чем у меня волос У меня и жены нет Сейчас это уже не связано С тюрьмой А скорее попытка Самовыражения В любом случае Это личное дело Осуждать никого нельзя Иногда это трогательно Знаете, не уверена я была Что эта тема Вызовет у вас Какое-то интересное Но тем не менее Сообщений очень много Спасибо большое Что поделились своим мнением Мы сейчас возвращаемся К первой теме нашего эфира Во время телемоста С программой Что это значит Будем обсуждать Я вас спрашивала Про коронавирус Есть ли кто-то Переболевший Из наших слушателей Или может быть Знакомые болели Как лечили И приходилось ли Тратить свои деньги В каком объеме Напишите пожалуйста Или позвоните Телефон прямого эфира 730-101 Код Москвы 495 СМС Ватсап Плюс 7903-797-6333 Об этом через пару минут Как раз вернемся Уже начнется Наш телемост С РБК Оставайтесь под серебряным дождем Никуда не уходите И пишите сообщения обязательно Да, начинается наш телемост С программы Что это значит На РБК Как обычно Ильин Тихонова И Сергей Краснов Добрый вечер Приветствуем тебя Аня Скажи пожалуйста Что уже написали И сообщили тебе Слушатели серебряного дождя Есть ли данные О тех кто уже переболел Коронавирусом Как лечили В какую копеечку влетел Или все таки удалось Минимизировать потери Да Сереж Я хочу сказать Что этой темой Мы открыли ящик Пандоры Потому что сообщений Огромное количество И они все достаточно большие Потому что люди рассказывают Целую историю С момента как они заболели Что дальше происходило Я несколько сообщений выбрала Конечно не все Успею прочитать Поэтому прошу заранее Прощения у тех слушателей Чьи сообщения в эфир не попали Но тем не менее Много из них похожих Поэтому в любом случае Картинка понятна Бенза пишет Болеет мама Врач пришел один раз На третий день Выписал лекарство Обследований не сделано Ни мазок Ни КТ Дальше Супруга заболела Врач приехал домой Сказал приедет врач Другой уже На мазок Никто не приехал Переболели все семьей В итоге Благо в легкой форме Алексей из Москвы Такое сообщение написал Когда начал болеть Врач поставил Орвиз Делал мазок За свой счет Около двух тысяч Он был положительный С помощью него добился КТ Оно показало уже Средне тяжелую пневмонию Когда лег в больницу Все было бесплатно Таблетки Антибиотики Лекарства от малярии Питание тоже было Палата приличная Но без душа Держали 10 дней Александр написал Живу в небольшом городе Около Екатеринбурга Причем Сережа Обрати внимание Вот я читаю сообщение Насколько отличаются Ситуации Не то что от региона К региону А даже в одном регионе Не знаю уж От чего это зависит От больницы От глав врача Но тем не менее Факт есть факт В Казани В июле Лечились имбулаторно Тесты бесплатно Лекарства в аптеках За свой счет КТ направление Не дали Удалось только Через вызов Скорой Бесплатно А платные С температурой Не принимали И очередь была На 2 недели вперед Дальше Еще одно сообщение Тоже достаточно большое У родителей Вторую неделю температура Вчера наконец-то Лечащий врач Дала направление на КТ У обоих Двусторонняя пневмония У отца Состояние тяжелое Врач говорит Нужна госпитализация Но мест в городе Нет Это сообщение Из Крыма пришло Феодосия Для того чтобы К сарикам пришли домой Взяли тест на ковид Я звонил лично Лечащему врачу Ждем теперь результатов Врач вдруг плакал Рассказывая мне что с такими За свои 40 лет стажа Не сталкивалась Вот так вот Такие сообщения Конечно когда читаешь Это просто крик души По другому их И не назовешь Еще несколько сообщений Болеет уже 3 недели Племянник В Москве 27 лет Пришлось Грузить приложение Слежки Лежит дома Никаких лекарств Не предоставляли Только анализы Ольга нам это сообщение Написала Ну еще у меня есть время Да воспользуюсь моментом Прочитаю еще одно сообщение В начале сентября Николай пишет нам Заболел Госпитализировали с трудом Сам из железнодорожного Госпитализировали В Егорьевск Лечили Но 3 лекарства В общем я купил За свой счет Потратил чуть больше 5000 рублей Но в общем лечением Доволен Благодарит ЦРБ Сережа Вот такие сообщения От наших слушателей Приходят И был у нас Кстати эксперт В эфире Который сказал Что в общем-то Лекарства Люди должны Покупать За свой счет Не входит Это в ОМС Что у вас? Ну а мы Решили узнать Можно ли как-то Вернуть Потраченные на лечение Коронавируса Деньги И вот что Нам ответила Руководитель Экспертной группы По налогам Специализированного Интернет портала Юлия Цепенюк Все Дать Платные клиники Какие-то Анализы Приемы И так далее Здесь не важно На самом деле Вид лечения В данном случае Если вы платно Проходите какое-то Обследование То вы можете Принтендовать На получение Налогового вычета То есть вам нужно В течение года Собрать все чеки Все договора Которые В общем-то По которым вы Проходили лечение Ну вот Получить в медицинском Учреждении Справку Об оплате Медуслуг Это обязательно И уже эти документы По инспекцию Вместе с заполненной Декларацией Вот И По стечении Четырех месяцев Максимум И получите вычет Тринадцать процентов От Суммы Которую вы потратили На лечение Спасибо за это включение Наш коллега Анна Заброда Программа Вчерний РБК Да, Сереж Тебе тоже Спасибо Это был Традиционный телемост С программой Что это значит РБК Поправлю сама себя Я сказала Что у нас был Представитель страховщиков В эфире Который сказал Что лекарства Люди должны покупать За свой счет Это конечно касается Тех кто лечится дома Такая поправка В больнице Вам все должны Предоставить Естественно По ОМС Ну что Саша Есть у меня еще время Прочитать сообщение Да Около минуты Зять живущий в Сочи Болел больше месяца Но ковид не ставили Диагноз был Пневмония Терапевт домой Не приходил Лечил по телефону Такая телемедицина Зовем ее так 21 век Пробовали 3 антибиотика Потом все таки Забрали в больницу Положили в палату Было там 5 человек У одного выявили ковид После этого расселили По 2 человек Ковид так и не подтвердился Выписали 4 антибиотика Все за свой счет Лекарства Капельницы медсестры Последний антибиотик Искали между прочим Всем миром И в Пензе тоже Родственники Сама живу в Пензе Елена написала нам это сообщение Спасибо вам большое Я с вами прощаюсь до завтра Напоминаю Что по пятницам У нас специальные эфиры Завтра в гостях у нас будет Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тихонович Мы поговорим с ним Об инстаграме 10 лет исполнилось Это в соцсети Вспомним какие-то яркие моменты И поговорим О травле в вашем сетях